Средний и малый бизнес в Ульяновске не погибнет. Об этом сообщают чуть ли не на всех заседаниях правительства. Да, сложно, с этим никто не спорит. Но государство предоставляет всю необходимую поддержку, дабы предприятия остались на плаву. Тот же беспроцентный кредит в банке на заработную плату сотрудникам. В целом, план восстановления региональной экономики содержит 9 главных блоков. Основной – поэтапное снятие ограничений с предпринимателей и поддержка малого и среднего бизнеса. Отдельное внимание тем, кто простаивает до сих пор. Мы уйдем от предоставления льгот по налогам и от срочек по налогам и перейдем к субсидированию наиболее затратной составляющей этих отраслей. В частности, за период простоя мы готовы будем субсидировать либо ставку аренды, если такая льгота не предоставляется, либо, соответственно, понесенный жилищно-коммунальный затрат. В структуру плана по обеспечению устойчивого экономического развития также включены блоки поддержки строительства, транспортной отрасли, агропромышленного комплекса, сферы ЖКХ. Ключевое в рамках наших мер государственной поддержки, ключевой критерий – это сохранение рабочих мест и сохранение заработной платы. Это идет у нас красной линией по всем мерам государственной поддержки. Второй блок – это транш этого финансирования 150 миллионов рублей. Мы все-таки предлагаем, Сергей Иванович, направить на поддержку инвестиционных проектов и на развитие. Продвижение виртуальной торговли для государства – еще один приоритетный пункт для восстановления экономики. По федеральной программе предприниматели пострадавших отраслей могут получить безвозмездную помощь. В виде минимального размера оплаты труда на каждого сотрудника действует беспроцентный кредит. Но тут проблема в другом. Те, кому разрешили работать, не всегда придерживаются рекомендованных мер противодействия пандемии. Иногда в тот же магазин можно просто войти без маски. На входе возникает много конфликтов. Вплоть до того, что вы не имеете меня права трогать, вы не имеете права меня не допускать в магазин. Таких случаев очень много. Конечно, они обращаются в этом отношении помочь с точки зрения информирования населения, вступившим в силу законодательства. Бизнес спасет, в том числе и осознанность людей. Чем раньше мы начнем носить те же маски с перчатками и соблюдать рекомендованные меры по противодействию ковид-19, тем быстрее заработают все сферы деятельности. А регион, да и вся страна в целом восстановится после пандемии. Павел Патриков, Валерий Кулачков, репортер 73.